Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я по жизни принимаю все близко к сердцу. Так получилось, что долгое время один человек долго мной манипулировал, взял на ремни, потом я его бросил, спустя время он вернулся, чтобы отомстить, но я этого не подозревал. Одно время думал, что может просто остаться с друзьями, но демонстрировал, что он мачо, и таким образом показывал, мол, а кто ты. Я очень близко приняла к сердцу не факт того, что у него куча женщин, и он может легко изменять, играть женщинам, а то, что он способен так подло себя вести. Ведь расстались мы именно по этой причине, он не смог пережить отказ. Сейчас он распускает слухи, что портит мою репутацию. У него оказывается целая группа поддержки в виде его семьи, а также товарищей, которые думают, что это все нормально. Словом, мне устроили настоящую войну. Что мне с этим делать? Мне нет времени с ним объяснять, что произошло между нами, что не прав, именно бывший. Но многие, к сожалению, верят в обратное, ведь этот человек все исказил и преподал свою правду. Меня это очень раздражает и угнетает, так как эта откровенная клавида и портит мою репутацию, где она достаточно важна для меня. Как поступить, чтобы поставить на место этих людей? Заранее благодарю. Ну, смотрите. В первую очередь, пожалуй, хочется сказать, что психологи мне помогают тому, чтобы ставить на место вот кого-то, да? То есть, с точки зрения психологии, ставя на место у кого-то, вы просто-напросто продолжаете, условно говоря, некоторую такую войну. Вот. Ставя на место у кого-то, вы, условно говоря, ну, как бы, никому, в общем-то, ничего не докажете. Вот. Во-первых. Во-вторых, ну, это всегда будет по такому, ну, как бы, принципу, да? вот. Что ну, несть, несть, несть. То есть, вы будете пытаться, например, что-то доказать. Вам будут пытаться что-то доказать. и в итоге ситуация как бы, ну, вряд ли вот так как-то изменится. вот. Поэтому, поэтому тут на мой взгляд, на мой взгляд, ситуация заключается в том, что ваше желание отомстить, ваше желание как-то вот что-то сделать, оно по сути своей деструктивно. И вы, конечно, можете пытаться искать для себя какие-то способы. Чтобы это сделать, ну, по большому счету, поставив людей на место, даже вы не измените. например, того, что например, того, что вы по-прежнему принимаете все близко к сердцу, например. Вот. То есть это не изменится. Поэтому это важно понимать, на мой взгляд. И важно в этом давать как минимум. Вот. Вот, в принципе, то, 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 что можно вам сказать. Вот. В данном, ну, в данном конкретном случае. Вот. Значит, это такой вот аспект, такой вот момент. Дальше. Почему вам хочется в принципе отомстить? Потому что хочется восстановить справедливость. Да? Почему хочется восстановить справедливость? Потому что вы сможете быть какой-то только если люди окажутся на своем место. Вот. Понимаете, да? Какая штука? Но ситуация заключается к сожалению в том, что вы всегда таким образом остаетесь зависим от других людей. И на мой взгляд сейчас вы поменяли обмезависимость на другую. То есть если раньше вы были зависимы от человека и он позволял себе там грубо говоря в отношении ну в отношении вас какие-то действия мягко говоря некорректные да? То сейчас вы находитесь в зависимости на мой взгляд от того чтобы поставить на место этих самых людей. То есть по большому счету ничего не изменилось вы также зависимы от других людей. Вот. И как мне кажется именно эта зависимость нуждается в том чтобы ее корректировать. Чтобы ее корректировать. Понятно что в данном случае конкретном случае основная сложность заключается именно в том что вы все близко принимаете к сердцу. Вот. Основная сложность заключается именно в этом. И как мне кажется ваша задача работать над тем чтобы с одной стороны не стать менее чувствительной то есть не обесценить то что вам важно например но с другой стороны чтобы уметь с этим справляться чтобы справляться с этим лучше чтобы справляться с этим легче не так как вы справляетесь с этим сейчас справляетесь на мой взгляд не очень хорошо мягко говорю да вот и то что вы говорите что вот как бы информация портит там мою репутацию да а то что я не могу доказать что бывший не прав это тоже достаточно деструктивная позиция потому что дело не в том что ваш бывший не прав он может быть и прав по своему у него своя правда но проблема в том что вы первое ставите как бы свою правду и его правду в позицию борьбы и как бы предполагаете предполагаете именно что ваша правда правда может быть только если будет доказана его неправда так понимаете вот в этом как мне кажется самая ваша главная ошибка потому что очень много энергии тратится конкретно на то чтобы доказать например вы все на что не прав а но чтобы к примеру ну допустим понять какая вы чего хотите вы что важно например для как вы можете это реализовать да вот а реагировать на клевету а лучше всего ну вот самый такой лучший способ это быть собой это выращать и продвигать свои ценности это позволяет людям основывать на вашем поведении делать самостоятельный выбор принимать самостоятельные решения думать головой и если человек выбирает правду не вашу то принимать это спокойно принимать но высказывать вместе свои чувства по этому поводу выражать свои чувства вербализовывать их проживать сейчас как мне кажется у вас достаточно много злости достаточно много обиды достаточно много неотреагированных чувств которые остались в тюне которые вы не смогли выразить и они вас отравляют и вы надеетесь компенсировать их тем что поставите на место этих людей в защищать себя в правовом поле нужно клевета это преступление порча репутации это преступление и вы можете подать на человека в правовом поле но в психологическом поле вам нужно учиться быть более устойчивым учиться такому вот конструктивному поведению не в русле борьбы а в русле позволения людям быть самим собой а себе самой собой а не так что сейчас например у вас позиция такая что как я уже сказал вы можете быть собой только если будет доказано неправда вы можете быть собой только если грубо говоря люди ну вам там ну к примеру к примеру да поверят поверят тому что вот что не прав именно ваш бывший именно ваш бывший молодой человек да а не вы как бы вот если люди поверят то вы можете быть собой если люди не верят то вы собой быть не можете вот в этом на мой взгляд заключается основная трудность то есть даже если мы гипотетически представим себе что люди вам поверят даже если ага то все равно вы будете оставаться зависимы от этого от того что вам верят понимаете то поэтому здесь необходимо на мой взгляд разделять психологическую и правовую сторону вашей ну как бы проблемы да как бы то есть психологическая сторона это одно правовая сторона это другое вот и если вы не научитесь обращаться вот ну со своими чувствами да если вы не научитесь условно говоря свои чувства выражать вот то что то могут возникнуть могут появиться и физиологические негативные аспекты вот какие да ну вот в виде что например в виде психосоматики допустим то это может привиться психосоматику а могут привиться на весь вымисли вот например ну например сейчас вы можете вот допустим думать о том что очень важно доказать вот доказать вот доказать ну что вы правы и вы можете думать о том как страшно будет если вы не докажете вот то есть как бы это вот такая история в данном случае вот учиться брать ответственность на себя за то что с вами происходит учиться брать на себя ответственность за свои чувства за то как собственно говоря ну вы с ними обращаетесь вот и как мне кажется тогда у вас будет ну реальная возможность поставить поставить людей на место да не за счет того что вы докажете продемонстрируете им то что вам важно то что вам важно то ну ценно вот то что вам хочется вот с это тот путь ну поэтому по понятным я надеюсь причинам этому нужно учиться вот для этого вам необходимо сейчас снизить эм 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 эмоциональный фон который у вас ну сейчас вот достаточно мощный то есть у вас прям вот внутри все кипит все горит да все пытаться увидеть что все взаимосвязано в какой-то степени то есть что значит вот ну что значит все взаимосвязано эм все взаимосвязано эм имеется в виду эм имеется в виду эм что если вам эм 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 ценно эм ваша репутация репутация это всегда эм связано ну с людьми эм а эти люди эм эм ну мягко говоря эм вас эм не ценят эм вот эти люди эм как-то вот эм эм готовы там ну условно говоря поверить эм эм человеку ну больше чем а чем например вам допустим то вот как бы вопрос в данном случае он в том и заключается а а о том ли вы нашел ли вы обращается в свое внимание вот понимаете да поэтому очень важно на это как раз и обратить а ну свое внимание да понимаете а о чем идет речь и как мне как мне кажется это может привести вас как раз к тому результату который вы хотите вот но не сразу сразу может быть не получится но как правило при прохождении человека процессом психотерапии вот и научению человека обращение с собой со своими чувствами да вот все начать улучшаться в частности ваша позиция и выбор ну условно говоря быть с мужчиной ну вот с таким мужчиной которого вы выбрали не берется из ниоткуда запроситься к вам откуда-то пришла и соответственно ваша задача является понять ваша задача является понять ваша задача как вы в этой позиции оказались почему вы выбрали именно этого человека а не условно говоря какого-то другого это это поймете когда вы когда вы увидите какие задачи какие цели вы пытаетесь решить и в отношениях с ним например и как бы сейчас я имею ввиду находясь уже в этом в отношениях например в ну непосредственно в этой ситуации вы сможете лучше гораздо лучше себя принять вот примерно такой ответ я могу вам дать при всем моем уважении к вам и сочувствии к вам сочувствии вашей ситуации в которой вы оказались все же я не могу не сказать что вы находитесь сейчас в позиции жертвы вы жертвы сейчас понимаете какая штука позиция жертвы к сожалению является заведомо деструктивным и вот это как мне кажется в первую очередь точнее вам без этого нужно выходить чем быстрее тем разнее и психолог он может вам помочь сделать это быстрее проще они тратят с кучу времени на борьбу вот которая ну еще не известно чем закончится ответ такой ответ мог бы я вам сейчас предложить с точки зрения психолог с точки зрения психотерапии на этом все надеюсь что мой ответ был вам полезен надеюсь что мой ответ был вам интересен я буду лично благодарен вам за обратную связь по моему ответу это позволит вам начать ну вашу работу над собой вот я надеюсь что у вас все приток будет хорошо вот у вас все будет хорошо вот ну как бы если вот вы обратитесь за помощью к специалисту вот к сожалению вот практика показывает что без ну без участия специалистов сделать это достаточно сложно вот удачи вам всего самого доброго доброго